Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Как я и обещала, сейчас показываю, как я высаживаю томаты в открытый грунт в ранние сроки на доращивание рассады. В прошлогодних видео, если кто видел, такие у нас посадки пережили и снег, и заморозок, минус 6, минус 7. Но нынче я не могла долго выбрать период теплый в 2-3 дня, чтобы почва успела прогреться и чтобы я успела высадить. Как вы помните, несколько дней назад я показывала капусту, у нас было минус 2, град, снег. Я все боялась, боялась, отодвигала на день, на два, вот да, отодвигалась до 11 мая. Это очень поздно. А некоторые, между прочим, не побоялись и высадили полмесяца назад. Оксаночка, привет! Молодец! А я перестраховалась, досидела. Рассада, конечно, у меня уже переросла, но все равно она выглядит нормально. И еще раз повторяю, вот такое качество рассады можно получить только от толстоногих томатов, но вот про которые я говорила, вот у меня Настя, вот Петруша, вот Демидов. Даже перерастая, она все равно не вытягивается. Сейчас вот выдерну одну, покажу с Демидова. Вот видите как, ей уже, конечно, тесновато, она пытается, это не распекированное. Раз, два, три, четыре, раз, два, пять, шестой лист. Вот если простой сорт продержать до такого состояния, до шестого листа, конечно, он упадет. Это толстоствольная, конечно, она немножко вытянутая. Я ее сейчас буду заглублять прям по первому настоящему листику, видите, она уже хочет, чтобы ее заглубили. И все, она, конечно, окрепнет, растолстеет, ничего с ней не случится, всякие были периоды. И поздно высаживала, и в мале, и в ранние сроки, и в поздние. Ну, конечно, высадить надо было в прошлом году высаживала. 14 апреля, и к начале мая, она у меня уже была толстая, здоровая, к началу июня уже зацвела. Продавали в цветущем виде. Но самое главное, о чем я в этом видеоролике хотела сказать, многие просили показать именно схему посадки. Вот сейчас я разметила грядку. Видите, вот грядка длинная, у меня вот теплица 8 метров, и во всю длину я делаю такую же грядку. Это будет тоннель 8-метровый, метр ширина. Ширину делаю произвольно, вот сейчас у меня метр 20. По краям высаживаю маленькую рассаду, которую не страшно, и как не обидно потерять, которую так и так я выбрасываю. Я вот сейчас начну ящики выгребать. Там будут и большие, и между ними маленькие. Я их высаживаю вот в эти крайние дырочки, и считаю, что вот эта метр 20, она почти метровая, можно считать ее метровую. Когда делаю метр, когда метр 20, делаю с таким учетом, чтобы можно было посадить, чтобы с этой стороны я дотянулась до средины с сеянцем, и с той стороны все. Вот из этого расчета делаю я ширину грядки. Маркировка. Я уже писала в статьях зимой, в теоретических видео рассказывала, что я простой помидорной палочкой, колышком, вот так намечаю бороздки. Намечаю бороздки, стараюсь ровно делать, чтобы они были параллельно друг к другу. От чего зависит вот это расстояние между бороздками. Если бы я высаживала рано, как в апреле, я бы делала больше расстояния между бороздками, потому что они бы у меня сильно разрослись. Больше месяца они здесь. Но так как я высаживаю сегодня 11 мая, в начале июня я уже буду их отсюда выковыривать, значит я могу чуть почаще, вообще примерно делаю сантиметров от 10, 12, 15, в зависимости от размера сеянца и от срока, сколько ему здесь сидеть. Дырочки тоже делаю, что одинаковое расстояние, что между дырочками, что между рядками примерно 8, 10, когда 12. Все это произвольно, вы видите, что здесь не очень ровно, где-то почаще, где-то пореже, вот так вот как. Ну как сделаю, так и сделаю, это все на мое усмотрение. Главное, чтобы не загущать, чтобы примерно расстояние и так, и так было почти одинаковым. Процесс это очень длительный, вот высаживать, маркировать, делать дырочки, выгребать вот из этих лотков, раскладывать их сюда. Я буду целый день, вот целый день делается одна грядка. Даже иногда две трети сделаю, не успеваю, просто не тканкой закрываю на ночь и на следующий день доделываю. Естественно, сегодня, скорее всего, я не успею сделать никакие дуги, не поставить, ни пленками не закрыть. Но сегодня ночь, почему я не боюсь, у нас ночью будет 10 градусов, поэтому я в тот год, когда высаживаю на теплую ночь, я их оставляю, иногда даже без укрытия, особенно, если пойдет вечером дождь, это идеально. Оставлю под дождь, оставлю без укрытия, они намокнут. На завтра поставлю дуги, натяну не тканку и пленку, все это прогреется. И через два дня у нас будут ночные температуры понижения, 3-4 градуса в течение, по-моему, недели. Вот к этому периоду мне нужно все закрыть, тоннель закопать, чтобы там был термос, чтобы там все прогрелось. Когда закапываешь идеально, там очень высокая температура, земля, верхний слой земли 10 см становится буквально горячим. А нам и нужно как раз вот эти 10 см теплой земли, дальше, сантиметров 20 вглубь, пусть она будет даже мерзлая, нам все равно. Нам главное, чтобы был теплым верхний слой, чтобы вот эти корни новые, они очень быстро сейчас сцепятся с грунтом, и он очень быстро начнет наращивать свою массу, потому что по возрасту он уже старичок, ну посчитайте, 6 листьев, после 7 листа уже цветочная кисть должна быть, а я их все мариную в ящичках. Но вот еще раз хочу обратить внимание, что выбирать сорта надо только толстоногие, только за счет этого, видите, как они хорошо сохранились, качество рассады не ухудшилось. Те, которые я вместе с ними сеяла, тонконогие, они все уже давно вытянулись, как бы линочки, я их сейчас рассаживаю по стаканчикам, смотрю на них и плачу. Очень долго было холодно, некуда нам было рассадиться. Но вот когда я все посажу и начну закрывать, про упаковку этого термоса тоннеля я расскажу отдельно, потому что многие интересуются, у многих лето холодное, у многих нет возможности купить теплиц столько. Это очень дешевый бюджетный способ выращивания томатов. И не только из-за этого я пользуюсь этим способом. Я вот по своему опыту могу сказать, не знаю, поверите вы на слово или нет, потом покажу, выращенная вот в таких условиях рассада самая выносливая. Она наращивает такую корневую систему, они как канаты белые. Я вот в прошлом году вымывала корни, вот так вот выкладывала на землю и показывала. И в этом году я прекрасно вижу, некоторые блогеры рассказывают о качестве рассады и показывают мои фото. Я свои фото точно знаю, потому что мой участок, вот этот мой бордюр, моя рассада, показывают мои фото. Вот какая крепкая рассада. Поэтому рассада действительно крепкая, раз уж на нее даже зарятся на эти фотографии. Я потом вам сделаю видео и покажу, какая получается рассада. Она коренастая, она с такой стильной корневой системой. Такие листья у нее, ну, очень хорошие, как дубки. Все, до свидания. Буду высаживать, покажу вам потом, как буду закрывать. Вот, нынче опоздали, но я надеюсь, все равно получится хороший рассад. Продолжение следует...